Большой десантный корабль «Цезарь Куньков» проходит через пролив Дарданеллы. Последнее время корабли ВМФ России стали привычным зрелищем на турецких берегах. Сообщается, что в этом году через пролив прошли порядка 70 надводных боевых единиц. И это не может не раздражать официальную Анкару, которая болезненно реагирует на российскую операцию Сирии и усиление российской военной группировки в регионе. Последние шаги, предпринятые Россией и её авиаудары в Сирии, неприемлемы для Турции ни при каких условиях. Я донёс нашу позицию до господина Путина. И когда я был в Москве, и во время телефонного разговора пару дней назад. Россия допускает серьёзную ошибку, и эта ошибка может привести к тому, что Россия будет изолирована в регионе. Плюс в понедельник стало известно о перехвате турецкими истребителями F-16 российского боевого самолёта в районе сирийской границы 3 октября. Российская сторона говорит, что он по ошибке вторгся в воздушное пространство Турции. В связи с инцидентом в турецкий МИД был вызван посол России в Анкаре. Как считают эксперты, участие Москвы в сирийском конфликте негативно скажется на российских-турецких отношениях, как в экономическом плане, например, не исключено, что могут возникнуть проблемы с проектом «Турецкий поток», так и в политическом. Председатель Исламского комитета России видит ситуацию в историко-политическом контексте. Для Турции Сирия — это всё равно, что Украина для России. Как Россия была в истерике по поводу того, что Запад влезает в Киев и вообще в украинские дела, так же точно турки воспринимают влезание в сирийские дела и особенно влезание России в сирийские дела. Потому что Сирия — это провинция Османской империи. Стоит также отметить, в Турции считают, что смещение Асада — единственный путь к урегулированию конфликта. Так или иначе, Анкара — важнейший игрок как в сирийском конфликте, так и в разрешении кризиса с беженцами.